Девушки отдыхают Девушки отдыхают Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети В Уэстбруке Травматим отскребает от асфальта Жертв очередного киберпсиха А Пасифика Ну, Пасифика и Спасифика С вами, как всегда, был Стэн Впереди новый день в городе мечты Ви, ты тут? Да Да, я здесь Все в порядке? Да Просто немного отвлекся Звучало, как будто ты проблевался Угадал Ничего страшного, видно стресс Это Чамба ТВ, Матар Да у нас утечка Шеф первым делом вызвал меня к себе в кабинет И сказал, что мы должны вмешаться У нас весь офис на ушах стоит Но ты же ни при чем, правильно? Ты просто разгребаешь чужое дерьмо Джеки, когда работаешь в контрразведке Аросаки Ты всегда при чем? Ладно, мне надо идти Работа не ждет Буэносверте 2074 год Служба разведки Аросаки Ликвидирует группу боевиков Которые проводили террористические акции В римхо-жадающих 2076 год Служба контрразведки Аросаки Предотвращает 45 запланированных нападений На участников саммита в Джакарте Как Аросака выделится в 2077 году Зависит от тебя Уже в юности Он продемонстрировал тонкое понимание трудовой этики И прирожденный талант в управлении Но, к сожалению, стремительный взлет его карьеры Прервала внезапно начавшаяся война Собор Аросака поступил на службу летчиком-истребителем В императорский флот Верик, где ты? Я попросил тебя зайти еще час назад Он уже дослужился до звания лейтенант Пришлось задержаться, скоро буду Гребаный Франкфурт Обернете сто процентов свалит все на нас Ладно, я у себя в офисе Жду тебя Не задерживайся В 1942-м во время планового вылета его самолет был поврежден Но, несмотря на повреждения самолета и собственные раны Савуру удалось вернуться на базу Мы продолжим эту историю после короткой паузы Милитех подстрелил троих наших Мистер Дженкинс вас ждет Он у себя в кабинете Привет, Ви, давно не виделись Это я, Фрэнк С операции в юго на восточном побережье О, не знал, что ты в Найт-Сити Как твои дела? Да сам понимаешь как Неделю назад еще был в Кейптауне Слышал, ты теперь в контрразведке? У вас там, наверное, сейчас оврало из-за Франкфурта Ты же у Дженкинса, да? Он правда такой, как все говорят? А что все говорят о Дженкинсе? Что он успешен Как любой психопат Последнее время якобы начал сходить с ума Ну, ему сейчас тяжело Начальница должна была помочь ему с повышением Когда приехали японцы А вместо этого его подставила А ты? У кого работаешь? У Абернати Она правда классная Это она придумала, как провести операцию в Кейптауне Абернати? Сука, из-за которой мой шеф не стал директором по особым операциям Ну, значит, не повезло Бывает Мм, действительно, бывает Ну и как оно в Кейптауне? Операция Груз Ты слышал о ней? Оружие для повстанцев в Африке Не знал, что ты его вез А я вез Мы скидывали в океан целые ящики винтовок Местные потом приплывали и вытаскивали их сетями Старая тактика, но так и выигрывают воины Прости, друг У меня сейчас нет времени Поговорим в другой раз, ладно? Да, конечно, рад был тебя видеть Активирован экстренный режим Безопасность подтверждена Не смотри Это он Помощник Дженкинса Я бы не смог работать Пожалуйста, зайдите в приемную Подтверждаю авторизацию гостя Ну что, ты в сети? Присаживайся, Ви Я сейчас Мне надо что-то придумать с этим голосованием Пока мы не потеряли базы в море облаков Они сейчас начнут Как там ситуация? Ага Как мы и думали Ты знаешь, что делать Начинай Директор Абернати Я смотрела голосование Что это было, Дженкинс? Уборка говна Которую мы получили от Франкфурта Я устранил проблему Как вы и просили Я не просила Выкашивать Европейский космический совет Ты понимаешь Сколько будет стоить Это замять? Мы бы потеряли концессию А так получили неделю Это успех Идешь по пути Наименьшего сопротивления Прешь на пролом Как всегда Мы об этом Еще поговорим Вот же стерва Ненавижу ее Вы давно работаете вместе? До Найт-Сити мы разрабатывали операцию В Осаке Она два года притворялась добренькой А сама рыла мне яму И не моргнув глазом Столкнула меня в нее Когда стала директором По особым операциям Теперь стоит надо мной С пистолетом Чтобы я ничего не сделал Но убивать не убивает Потому что я ей нужен Я делаю то На что ей духу не хватает Сука Разделяй и властвуй Хорошая стратегия Хорошая Скажи Что бы ты сделал На моем месте? Честно? Говори Ничего вы не сделаете На ее стороне Весь наш совет директоров Если она настроена Против вас Сами понимаете Понимаю Ха Кажется мы с тобой Думаем одинаково Это тебе Чип с данными? Это доказательство доверия Ну Бери Здесь все Что я собрал За последние недели Биометрика Медкарты травмы Фамилии всех Близких ей людей Шофера Начальника охраны Любовницы Мужу любовницы Все Сделай так Что Пабернати Больше никогда Не создавала проблем Ты сам сказал Что у меня нет выбора Если кто-то узнает Что мы об этом говорили Мы оба пойдем ко дну Это правда Все знают Что ты бы в жизни Не получил это место Если бы не я Никто не поверит Что ты тут ни при чем А если я скажу нет Что тогда Не задавай глупых вопросов Ты же понимаешь Это не просьба Ви Вижу мы друг друга поняли Вот и хорошо Возьми еще вот это Переводы со счета Можно отследить А наличные Исчезают бесследно Вот именно Работу должны сделать люди Не из корпорации Плати только Этими деньгами И насчет главного задания Найди того Кого хорошо знаешь Понятно? Да Все так и сделаю Хорошо Ну что ж Тогда буду ждать От тебя новостей Удачи Снаружи ждет Мое ави Оно в твоем распоряжении Смотри Не подведи меня Дженкинс Контрразведка Найт Сити Мне нужен анализ Правовых процедур Для лицензий На лунные базы Да Да Море облаков Подпольные клиники Они вне юрисдикции Земли Конечно Неофициальные Вот отчеты Которые вы просили Сейчас нет времени Перешли их Эй, Ви Ты еще жив? Как там ваш гадюшник? Гадюшник Лучше и не скажешь У тебя проблемы? Пока нет Надо найти надежного человека Ну то есть у тебя проблемы Встретимся в Лизис Через час Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты видела отчёт о голосовании? Шесть. Когда об этом узнают, нас просто сотрут в порошок. Никто никогда не узнает. Те, кто в курсе, они с этим долго не проживали. Доступ разрешён. Назовите место назначения. Анализ обстановки в районах. Обнаружена повышенная активность полиции в Хейвуде. Официальные причины не названы. По перехваченным сообщениям можно судить, что туда направлен Макс Таг. Сообщается о крупной аварии электросети в Санто-Доминго. В других районах города активность не превышает уровня нормы. Пункт назначения Лизис. Начинаю движение. Пункт назначения Лизис. Пункт назначение. Продолжение следует... Продолжение следует... Не забывай, что я говорил в прошлый раз Упражнения для нейромоторной релаксации Три раза в день Они помогут восстановить силы? Да, да, конечно До встречи Субтитры создавал DimaTorzok В пункте назначения отсутствует посадочная площадка Найди свободное место рядом с баром Хер с ними, с правилами Начинаю посадку согласно новым параметрам Мы прибыли к месту назначения Эй, ты что творишь, психопат? Тебе тут что, аэропорт? Нас же чуть не расплющило Твою ж мать Ладно, ладно, успокойся, брат Нам проблемы не нужны Кажется, у нас неприятности Присмотри пока за моим ави, окей? Мне за это не платят Повторять не буду Вернусь, чтобы ни царапины не было Добро пожаловать в Лизис Нечасто тут бываешь, да? Рад тебя видеть, кобра Ну, рассказывай, кто там тебя опять обижает Тоже рад тебя видеть Как дела? Ребята из Валентина опять не поладились с Мальстрёмом На этом можно хорошо заработать Главное, не отбросить коньки В общем, всё как всегда, не жалуюсь Ну, а мы же не обо мне пришли разговаривать? Говори, что там у тебя за проблемы? Джеки, это... Это должно остаться между нами По су-пуэстро Я серьёзно? Эта штука Может меня убить Так и я могу Ты хоть помнишь, с кем разговариваешь? Я же с этого живу Помнишь, что было в Мексике на границе? Скажи я хоть слово Да, ты меня спас Если бы кто-то узнал про эти картели Но не узнал же И про это не узнает Потому ты и пришёл к старине Джеки Вот Возьми щепку Что думаешь? Стоить будет порядочно И расплачиваться придётся наличными Никаких переводов Денег дали Тут нужна целая команда Техник А может и два Нетранер с золотыми мозгами И водила На очень быстрой тачке Не говоря уже Про Соло Его как раз не хватает Ты это хотел попросить? Чтобы я обнулил эту прекрасную леди? Я думал, ты мне поможешь, Джек Ты меня знаешь Я радугой не какаю Это дело мне Не по вкусу Если честно, мне кажется Что и тебе тоже Ты же знаешь, как работает Арасака Да Окей Может не знаешь Так вот, это не то предложение От которого отказываются Я тут ни при чём Поэтому я отказываюсь И тебе советую Давай дерябнем по рюмке И поговорим о жизни Красиас, мамита Двойная текила С гренадином и лаймом От нервов самое то Ну, будем Это по-твоему тост? Что он вообще значит? Я понимаю Поднять бокал за мама За свою эрмана За хорошенькую мамасита А вот будем Этого я не понимаю Ну, блядь, будем Это твой заказ И остальное корпоративное говно Знаешь, что это? Он пакто конель диабло Я всегда говорил Ты продал душу чертям Из Арасаки Сегодня Они приказали тебе Кого-то обнулить А завтра Кому-то скажут Обнулить тебя Как будто у меня Есть ещё вариант Если я откажусь Они заберут Всё, что у меня есть Пускай Зато больше никто Не будет держать тебя За яйца Не знаю, как ты А я сам выбираю Кто может трогать меня За яйца И уж, конечно Сабура и его Матонос В этот список не входят Может, когда-нибудь Я и решусь Но Пока что Это слишком опасно Это всегда будет опасно Всегда Эй Вам чего? Заблудились? Ви Правильно? Вы от Дженкинса? Кажется, я вас не знаю Главное, что мы очень хорошо знаем Кто ты Дженкинс дал тебе сегодня задание Ты расскажешь нам все детали Можешь повторить свою фамилию и отдел А то я с первого раза не услышал Блять Как себя чувствуешь? Внезапное недомогание? Твой доступ к корпоративной сети заблокирован Корпоративные устройства перестанут действовать В течение двух минут Отдай данные, которые собрал Дженкинс И мы завершим процедуру увольнения Как вы про меня узнали? Это не твое дело Данные Быстро Вся информация на чипе Очень дальновидно Это все? Официальная часть закончена Но я думаю, обернать и нам доплатят Если одной крысы в мире станет меньше Вставай Пойдешь с нами Ну, шевелись Да, я знаю Вы, ребята, кажется, немного потерялись В нашем большом городе Таким, как вы, гулять в этом районе Вредно Для здоровья Ты нам угрожаешь? Я так скажу Будете стрелять, так и мы тоже будем Чего доброго Еще попадем в кого-нибудь Мы получили то, что хотели Пока что этого хватит Это было опасно Эй, хозда ратингада Ты как, Ви? Где-то болит? Как же Как же херово В горле Как будто наждак Я не могу дышать Ты прямо как моя примита Она, когда наркоту бросала Тоже так тряслась И потом обливалась Еще и плевала иногда Ага Звучит очень похоже Слушай Слушай Давай я отвяжу тебя к риперу Или может Травматим за тобой приедет У меня забрали страховку, Джек И контроллеры биохимии И квартиру Даже Даже банковский счет Не заморозили А Конфисковали Быстро действуют, сукины дети С тобой точно все в порядке? В смысле? Погоди минуту Сейчас я соберусь Это Это конец, Джек Понимаешь? У меня больше Нет будущего Наоборот Теперь есть Ты не мог сказать им нет Вот они и сделали это за тебя Дальше будет лучше Вот увидишь И кстати Ты потерял не все Ты про то, что у меня остался друг? Как мило Хе-хе Нет Шутни Я про бабло, которое твой босс тебе дал Он же наверняка не мелочился Начнешь все сначала Так что не боись, Эссе Выше нос Эй Ты меня слышишь? Выглядишь как-то хреново Ви Ви Эй, Армана У тебя теперь Начнется новая жизнь Привет, привет Найт Сити У микрофона Стэнли И мы с вами встречаем Очередное незабываемое утро В городе мечты Честно, я люблю Найт Сити Как родную мать Правда, это такая мать Которая отдает тебе приют А потом останавливает на улице И спрашивает Закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек Правда, через год от них остается только половина И это если год был хороший Зачем же они едут в Найт Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями Как Морган Блэк Хэнд и Уайланд Боа Боа Как говорится, чем выше риск, тем больше награда Но в высшей линии люди обычно не задерживаются Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь И тем больше шансов поймать пулю Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт Сити На кладбище К счастью, тут все абсолютно насрать Чего ты начинал и откуда приехал Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал Это Найт Сити Курат мечты Наша пропавшая Чика где-то в этом здании И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего Смотри в оба Слышишь, Ви? А, кстати У меня есть подарочек Мелитеховский обучающий чип На случай, если захочешь освежить знания, так сказать Как насчет небольшой виртуальной разминки? Нет, Джек, у нас мало времени Давай потом Потом, так потом Маньяна, маньяна Вакака сказала, как лучше выполнять этот заказ Я тебе не мама Тебе платят, ты думай Работа легчайшая Я готов Лифт Пошли Вакака Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаром. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами, но мы все равно одна команда. Команда? Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Бак, это ты? Я ненавижу украть в спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту. Не высовывайся. Мы что, опоздали? Вик, глянь, это она. Наша цель. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Не бери его по-тихому. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Пацаны, сам бы лучше не сделал. Идиот, Ви. Внимание. Новые дела на подходе. Они уже близко. Быстрей, Ки, он бычи. Ли-ви. К нам идут. В нужный момент. И убери их. Что-то стоит побывать. Такой хром стоит дохуя. Кабронос Их тут как салантиль Давай переждем Убери этого Только тихо Эй, возьми того, который ближе Возьмем их Суеты С этими разобрались Только это явно не все Идем дальше Я за тобой Прячься быстро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Назадчиков движения нет Вы его обнули Черт, где эта девица? Ищите, должно быть где-то там Так тихо мы еще никогда не работали Не совсем в моем стиле Но все равно топ Блять, господи боже Пиздец, Ви Меня сложно напугать Я всякое повидал Но это У меня внутри все переворачивается Такое творит с людьми Они тут все ебануты Это она Наша цель Мол, успели? Она жива? Сейчас проверим Ви, подключись к ее биомону Проверим, что с ней Она лежит в ванне Еще с одним телом Их кинули Как куски мяса Соберись, Ви Если ее спасут Она ничего не вспомнит Будет маленький шрам в подсознании И все Я слышал Те, кто такое пережил Страдают от приступов паники Хотя не знают, почему Пьешь такую холодную воду И раз Руки начинают трястись Ви, подключись к биомону Проверим, что с ней Подключаюсь Сандра Дорсет НС 570442 Платиновый статус в травме Платиновый? Бля К ней по первому чиху Должны были приехать Видимо, что-то блокирует сигнал Могли ломануть биомон Поменять прошивку Запустить нейровирус Кара-ху-ти-бак Это тебе не вип-клиника Тут ванны со льдом И клюки с топорами Значит, это что-то простое Есть мысль Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай Она заглушает сигнал А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива Ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение Или что-то еще Монитор это отловит Вытаскивай щепку Да, есть чип Сейчас выну Проверь биомон Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра Если вы в сознании Лягте на звук Ожидаемое время До прибытия скорой помощи К месту вашего положения 180 секунд Монитор сказал Травма будет через 3 минуты Ваш страховой тариф Покрывает 90% стоимости Транспортировки и лечения Попроси это Вынимай ее из этой херни Джеки, ты это Стой на стреме Мало ли кто завалится Всегда готов, Ви Не ссы Блять Она уходит Ави, что у вас там? Не молчи Только этого не хватало Джеки, инжектор Лови, сэр Ну, вроде Вроде помогло Фуэреса Выноси ее отсюда Крысы побежали с корабля Наверное Зассали Связываться с травмой Давай Выноси ее на балкон Осторожно Минер посадки Заключим Такой силы безопасности Следуйте указаниям Пациентку На землю Пять шагов назад Быстро ТТ-133 Центру Получили пациентку НС-570442 Вели стимуляторы Допамин 70 пилиграмм Все, уходим отсюда Лифт едет прямо на парковку Круто Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира До скорой встречи Слушай, Ману Тут вот какое дело Можно взять твое тачку? А-а-а У меня свидание с Мисте Не на метро же мне ехать? Буду выглядеть как абсос Добери, конечно, Джек Только сильно не привыкай Ты прямо мой спаситель, Ви Что, может подбросить тебя домой? Ну давай Я все равно устал А, чуть не забыл Позвони сейчас в Акака Дай ей знать, что работа сделана Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова Мы же на это и договаривались Замечательно Твое вознаграждение ждет Приходи, забирай, когда захочешь Хоть сейчас Но, мне кажется, сейчас Тебе больше всего хочется домой Правда, Лотсон отцепили Везде полицейские кордоны Если хочешь проскочить Придется поторопиться Спасибо за инфу Я к тебе скоро заеду Говорят, копы оцепили Уотсон Если я не хочу ночевать Где-нибудь под забором Надо сваливать отсюда На полной скорости Положись на меня, Манно Я поведу Субтитры сделал DimaTorzok Как же круто в Найт-Сити Город как город Только большой Нет, Манно Это необычный город Морган Блэкхенд Эндрю Уэйлэнд Адам Смэшер Тут рождаются легенды Черт, жрать охота Заскочим куда-нибудь Ты как? Джеки Уотсон блокируют Ты не забыл? А, точно Блин Мне кажется, или... Так я и знал У нас на хвосте висит фургон Тим Гадалви Не нравится мне это Совсем не нравится Это они! Их остапута! Дави на газ, Джеки! Давай, Вик! Тим Гадалви! Не могу! Веди нормально! Держись, Вик! Мерда, пардон! Попались, мрази! Вик! Засыпать! Чингаду! Пропортил я вид твоей малышки Простей, Ви! Ничего, потом разберемся Надо сначала вернуться домой Простей, Ви! Черт, они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам, какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да, она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты умеешь быть вежливым, когда захочешь. Когда это я был невежливым? Эээ, всегда. Я всегда очень вежлив. Я в filmedе. Ух! Я в гости! Ух! 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 Чё это что-то? Хопер, ты глянь вее. Тут все серьезно. Блять мужики тут. Прилять давай! Как-то не похоже на обычную облаку. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Тайк, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Которая находится недалеко от Новосибирска, благополучно разрешилась. Напоминаю, в результате землетрясения высокой магнитуды в шахте оказались заперты 35 горняков. Но благодаря анабиотическим имплантам Суслик-2 шахтеры продержались почти две недели без продовольствия и воды и смогли выжить. К счастью, после спасения и краткого отдыха для технической оценки состояния весь персонал немедленно вернулся к работе. Перейдем из подземелья к космосу. Корпорация Militech сообщила о проекте новой колонии на Красной планете. Планируемая база будет подразделяться на три части. Научная, жилая и промышленная. Уже сейчас для покупки доступны 10 жилых модулей. Стартовая цена каждого 100 миллионов евро-долларов. Это серьезные деньги, да. Но помните, что ваша безопасность не имеет цены. В Нью-Мексико и Оклахоме очередная волна беспорядков после нападения террористов-смертников на базы НСША. Президент Майерс публично возложила вину за взрывы на Республику Техас. Войска НСША молниеносно ответили на это серии бомбовых ударов по аэропортам Техаса в Веллингтоне и Эль-Пасо. Несмотря на обоюдное желание сторон избежать дальнейшей эскалации конфликта, букмекеры оценили шансы полноценной войны как три к одному. Это были все главные новости на сегодня. Увидимся в следующем выпуске. Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня... Да. Забыла сказать, у знакомого Нитрана для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Встречайте, преподобный Колвер. Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья Карина Ли. Ведущая популярного шоу Чипуйся. Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуй, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня я хотел бы обсудить с вами самые редкие, пользующиеся спросом имплант на рынке. Био-чип от Арасаки. Но, для начала нам все-таки стоит ввести наших зрителей в курс дела. Карина, что такое био-чип вообще? Можно одним словом? Одним словом? Пожалуй, бессмертие. Бессмертие? Неужели? Именно так. Ведь в био-чип можно полностью перенести сознание умирающего. По сути, это мобильное хранилище человеческой души. Этот человек никогда вас не покинет. Всегда будет рядом вместе с вашим собственным сознанием. Дитя, дитя, задумайся на мгновение, что ты говоришь? Ваш био-чип – это скверна, которая питается человеческим горем. Противоестественное зло. Золотой телец, рожденный ложными пророками. Арасака говорит о сохранении души. Но все, что они могут гарантировать – это бездушный, бессердечный алгоритм, вещающий голосом покойника. Эта технология станет еще одним инструментом неравенства и коррупции. Доступ к ней будут иметь лишь богачи и сильные мира сего. И они заплатят абсолютно любую цену за возможность так называемого бессмертия. Ну, ну вообще-то да. Корпорация Арасака ограничила доступ к био-чипу для того, чтобы... Ваше обещание – ложь! Злонамеренное ложь! Вое местижательство, босс... Ха! Да уж, это сильно. Эээ, простите? Лживые обещания – жадность жажда власти. Знаете, мне это напоминает полит... Что? Как вы смеете? Разве вы не обещаете загробную жизнь? Не берете со скорбящих плату за похоронные ритуалы? Может, ваше преподобие боится здоровой конкуренции, а? Ах, конкуренции? То есть, по-вашему, все в этом мире можно оценить, измерить, рационализировать? А разве мы не правы? Мы можем создать искусственный мозг, сформировать новое сознание? Но скажите, зачем? Что это нам даст? Неужели мы, жители Земли, станем от этого хоть немного счастливее? Вы заявляете, что био-чип дарует вечную жизнь. Но все, что вижу я, лишь вечное страдание. Не отпуская человека, мы создаем иллюзию его постоянного присутствия. А вы что думаете? Кто же прав? Может, мисс Ли, а может, преподобный Колвер? Здесь решать вам. Отправьте сообщение Ли или Колвер на номер 7892, чтобы отдать свой голос, и укажите свое имя, если хотите выиграть билеты на флей... ДИКИ! До встречи, Найт-Сити! До встречи, пока! Да блин, опять ворота заела. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо будет сказать пару слов начальнику. Да. Да. До встречи, Найт-Сити! Найт-Сити!